Здравствуйте! В эфире обзор прессы. О чем пишут газеты и сетевые СМИ, расскажу вам я, Екатерина Грецун. Повторные выборы губернатора Приморского края, которые пройдут 16 декабря текущего года, обойдутся краевому бюджету в сумму более 291 миллиона рублей. Выделение средств на обеспечение избирательной кампании отражено в корректировке краевого бюджета, которую в понедельник 15 октября поддержал Комитет по бюджетно-налоговой политике Законодательного собрания Приморья, сообщает информационное агентство Прима-Медиа. Дату выборов 16 декабря депутаты приняли 30 голосами за при трех против. Против этого решения выступили коммунисты. Как заявил представитель фракции Артем Самсонов, выборы прошли и необходимо пересчитать результат волеизъявления граждан, а не выделять новые средства на повторное голосование. С ним не согласились представители других фракций. По их мнению, необходимо действовать в рамках действующего закона и регламента, который предписывает проведение выборов губернатора. В Приморье недобросовестных фермеров лишат земли. В рио губернатора Приморья Олег Кожемяка во время рабочей поездки в Михайловский район провел встречу с представителями сельскохозяйственных предприятий муниципалитета. Об этом data.ru сообщили в администрации Приморского края. Одним из главных вопросов обсуждения стало введение дополнительных мер поддержки для фермерских хозяйств. Директор Департамента сельского хозяйства Приморья Андрей Бронц отметил, что ранее в связи с острой необходимостью поднять земли в крае, все меры поддержки были максимально направлены на растение и водство. Сегодня есть возможность перераспределения средств и предоставления субсидий предприятиям, занимающимся животноводством. Однако необходимо выработать строгие критерии, которые позволят отсекать недобросовестных фермеров. Есть много хитрых, которые сдают землю иностранцам, но фирму регистрируют. В итоге там работают китайцы, а фермер еще приходит, статистика отчитывается, что это его площади и пытается получить поддержку, отметил глава ведомства. Олег Кожемяка подчеркнул, что такие фермеры не будут работать на Приморской земле. «Землю можно изъять, направить на нее непосредственно Россельхознадзор, Росприроднадзор, если там еще применяются запрещенные гербициды или какие-то другие запрещенные средства обработки земли, взять анализ этой земли, расторнуть договор и запретить ее использование. Поэтому, если у кого-то есть желание работать по такой схеме, то она однозначно не пройдет», – добавил Олег Кожемяка. По его словам, перед краем стоит другая задача – задействовать в отрасли местное население. Законопроект, разрешающий выращивать в России наркосодержащие растения для производства сильнодействующих лекарств, внесен в правительство, сообщает ВЛ.ру. Сейчас Россия закупает 100% субстанций для производства наркотических лекарств в тех странах, где выращивание опийного мака разрешено и находится под контролем государства. Проект федерального закона предусматривает отмену запрета на культивирование наркосодержащих растений на территории Российской Федерации для производства и изготовления наркотических средств и психотропных веществ. Документ уже согласован со всеми заинтересованными ведомствами. Он получил заключение Минюста и Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве. Законопроект внесли в правительство Российской Федерации. В нем прописан порядок культивирования наркосодержащих растений. Предлагается также определить сорта растений, которые разрешено выращивать для этих целей и требования к ним. Кроме того, предлагается распространить нормы федерального закона, касающиеся установления государственной монополии и требований к условиям осуществления культивирования наркосодержащих растений для использования в научных, учебных целях и экспертной деятельности, на культивирование наркосодержащих растений для производства используемых в медицинских целях и ветеринарии, наркотических средств и психотропных веществ. Минпромторг ожидает, что уже в 2019 году удастся перейти на отечественные субстанции для опиоидных обезболивающих. Ранее глава Минпромторга Денис Монтуров заявил, что выращивание опийных растений в России потребует 200 гектаров земли на юге страны и позволит на 80% обеспечить внутренний рынок собственными ключевыми фармацевтическими субстанциями. Министр также отметил, пока только одно предприятие разрабатывает лекарства на базе опиумных веществ. Это Московский эндокринный завод. Как сообщает «Коммерсант», предельная стоимость первого атомного ледокола «Лидер» без НДС и дополнительных расходов составит 98 млрд 600 млн рублей, которые должен выделить бюджет с 2020 года. Контракт на строительство трех ледоколов планируется заключить с верфью «Звезда», в том числе на головное судно до конца 2019 года, с тем, чтобы начать его строительство в феврале 2020 и сдать в 2027 году. «Роснефть» согласилась уже в 2019 дать аванс 3,5 млрд рублей на нулевой этап создания конструкторской документации, а Минпромторг выделит 950 млн на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по системе электродвижения ледокола. Лидер мощностью 120 мегаватт должен стать единственным ледоколом в мире для круглогодичной проводки судов по Североморскому пути, грузопоток по которому к 2024 году должен достигнуть 80 млн тонн. Ледокол сможет преодолевать льды толщиной до 4,3 м, прокладывая коридор до 50 м шириной и проводить караваны на скорости 10-12 узлов. Источники коммерсанта оценивали стоимость головного ледокола с учетом всех расходов в 115 млрд рублей, серийных на 10% дешевле. Как отмечается в письме Юрия Борисова и Игоря Сечина, привлечение заемных средств на головной ледокол невозможно вследствие высоких строительных и рыночных рисков. Стоимость ледокола может корректироваться по аналогии с Крымским мостом по инфляции. Приморский краевой суд приговорил бывшего главу госпредприятия Приморский водоканал Алексея Осиюка к 2 годам 8 месяцам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в размере 300 тысяч рублей за попытку обмануть директора лесоперерабатывающей компании на 5 млн рублей, сообщает Интерфакс. По данным краевой прокуратуры, в судебном заседании было установлено, что фигурант дела решил похитить деньги у своего знакомого, компания которого занималась лесопереработкой. Он сообщил директору, что сможет договориться с Департаментом лесного хозяйства края и компанию не привлекут к ответственности за выявленные нарушения. При этом мошенник заведомо знал, что не сможет выполнить эти обязательства. Стоимость таких услуг он оценил в 5 млн рублей. Преступный умысел не был доведен до конца. В момент передачи части денег его действия были пресечены сотрудниками Управления ФСБ России по Приморскому краю. Вину фигурант признал в полном объеме. Уголовное дело рассмотрено в особом порядке. Это был обзор прессы. Будьте в курсе событий, а я с вами прощаюсь. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитров А.Кулакова